Действительно ли любовь искусство? Если да, то она требует труда и знаний. Или это только приятные ощущения, переживания которого дело случая, состояние, в которое вы впадаете, если вам повезет? В этой книжке мы сходим из первого допущения, в то время как большинство в наши дни, несомненно, принимает второе. Не потому, что эти люди не относятся к любви серьезно. Напротив, они жаждут любви, они смотрят бесчисленное множество фильмов о счастливой и несчастной любви и слушают сотни пошлых любовных песенок. Однако вряд ли кто-нибудь из них догадывается, что в любви нужно чему-то еще и учиться. В основе такой установки лежит, как правило, одно или несколько предубеждений, поддерживающих ее. Для большинства проблема любви – это прежде всего проблема того, как быть любимым, а не того, как любить самому, то есть не проблема способности любить. Таким образом, вопрос для них в том, как сделать, чтобы их любили. К этой цели они стремятся по-разному. Один путь, особенно характерный для мужчин, состоит в том, чтобы преуспеть в жизни, добиться власти и богатства, насколько позволит социальное положение. Другой путь, предпочитаемый женщинами, стараться быть привлекательной, следить за собой, хорошо одеваться и так далее. Есть и другие способы сделать себя привлекательными. Ими пользуются и мужчины, и женщины. Выработать у себя хорошие манеры, научиться поддерживать разговор, быть отзывчивыми, скромными и тактичными. Многие способы заставить любить себя те же, которые используются, чтобы добиться успеха, завоевать друзей и авторитет. В действительности, большинство людей нашей культуры под способностью внушать любовь понимают некую смесь обаяния и сексуальной привлекательности. Секс-эпил. Второе предубеждение, стоящее за установкой, что в любви нечему учиться, это допущение, что проблема любви есть проблема объекта, а не проблема способности. Принято думать, что любить просто, а найти достойный объект для любви или для того, чтобы быть любимым, вот это трудно. Корни этой установки в развитии современного общества. Прежде всего, сыграло роль резкое изменение отношения к выбору объекта любви, происшедшее в 20-м столетии. В викторианскую эпоху, как и во многих культурах, приверженных традициям, любовь не была непосредственным личным переживанием, которое могло привести затем к браку. Напротив, браки заключались по договору или при посредничестве каких-либо почтенных семейств, либо брачного маклера, или без посредников. Они заключались из соображений социальных по своей природе. Что же касается любви, то предполагалось, что она появится и будет крепнуть после заключения брака. Однако за время жизни нескольких последних поколений в западном мире почти окончательно восторжествовала концепция романтической любви. В Соединенных Штатах, хотя и сохраняется в какой-то мере представление о браке как о договоре, в то же время большинство людей ищет романтической любви, личного переживания, которое должно привести затем к браку. Благодаря этой концепции свободы в любви, вероятно, и возвысилось значение объекта в противоположность значению функции. Тесно связана с этим фактором и другая характерная особенность современной культуры. Вся наша культура основана на страсти к приобретению, на идее взаимовыгодного обмена. Счастье для современного человека в том, чтобы с трепетом созерцать витрины магазинов и покупать все, что позволяют средства, за наличные или в кредит. Он или она также смотрит и на людей. Привлекательная девушка для мужчины или привлекательный мужчина для женщины – вещь, которую они хотят заполучить. Привлекательный обычно означает изысканный набор приятных качеств, пользующихся большим спросом на рынке личностей. Что именно делает человека привлекательным как физически, так и душевно, зависит от требований моды. В двадцатые годы привлекательная считалась пьющая и курящая девушка, физически крепкая и чувственная. Сейчас в моде хозяйственные и скромные. В конце девятнадцатого и начале нашего века мужчина должен был быть напористым и чистолюбивым. Сейчас, чтобы представлять привлекательный набор, он должен быть общительным и терпимым. Влюбленность имеет смысл обычно лишь по отношению к такому человеческому товару, который нам по карману, на который мы можем обменять себя. Я стремлюсь вступить в сделку. Объект должен быть подходящим с точки зрения его общественной ценности и в то же время должен хотеть меня, учитывая мои явные и скрытые достоинства и возможности. И так влюбляются друг в друга тогда, когда каждый из двоих чувствует, что нашел наилучший из имеющихся на рынке объектов с учетом своей собственной обменной ценности. Часто, как и при настоящей покупке, в сделке играют существенную роль скрытые возможности и качества, которые могут проявиться впоследствии. Когда речь идет о культуре, ориентированной на рыночные отношения, в которой материальное преуспеяние играет основную роль, нет причин удивляться, что и любовные отношения строятся по той же схеме обмена, господствующей на рынке товаров и рабочей силы. Третье заблуждение, приводящее к допущению, что в любви нечему учиться, это смешение кратковременного начинательного переживания, обозначаемого словом «влюбиться» и непрерывно длящегося состояния, обозначаемого словом «любить». Когда двое, которые были чужими друг другу, как мы все, вдруг преодолевают барьер и чувствуют, что они внезапно стали близкими и что они теперь одно, этот момент соединения – одно из самых волнующих, самых радостных переживаний в жизни. Это особенно прекрасно и удивительно для людей, которые были до этого замкнутыми в себе, одинокими и не знали любви. Это чудо внезапной близости часто облегчается, если оно вызывается или сопровождается половым влечением и физической близостью. Однако такая любовь по самой своей природе непрочна. По мере того, как двое лучше узнают друг друга, их близость постепенно перестает быть чудом и, в конце концов, их столкновение, разочарование и скука убьют все, что еще останется от первоначального восторга. Однако вначале они ничего этого не осознают. На самом деле они принимают силу безрассудной страсти за доказательство силы своей любви, в то время как это свидетельствует лишь о том, насколько одиноки они были прежде. Эта установка, что нет ничего проще, чем любить, представляет собой наиболее широко распространенную концепцию любви, несмотря на сокрушительную очевидность обратного. Едва ли найдется какой-нибудь другой род деятельности, такое начинание, за которое принимаются с такими ослепительными надеждами и которое при этом столь же неуклонно проваливается. Если бы речь шла о любой другой деятельности, люди стремились бы во что бы то ни стало выяснить причины неудачи и узнать, как можно их избежать, или просто перестали бы этим заниматься. Поскольку в случае любви последнее невозможно, здесь остается только один приемлемый способ избежать неудачи – исследовать ее причины и заняться изучением смысла любви. Первый шаг в этом направлении – уяснить себе, что любовь – это искусство, подобно тому, как жизнь есть искусство. Если мы хотим научиться любить, мы должны поступать так же, как если бы мы хотели овладеть любым другим искусством, например, музыкой, живописью, плотницким делом, медициной или инженерным искусством. Какие этапы нужно пройти при овладении искусством? Процесс овладения искусством можно разделить на две части – постижение теории и закрепление практикой. Если я захочу научиться врачебному искусству, я должен сначала изучить человеческое тело и различные болезни. Получив эти теоретические знания, я никоим образом еще не могу считать себя компетентным в медицине. Я овладею этим искусством только после основательной практики, только тогда, когда в какой-то момент мои теоретические знания и практические навыки соединятся и породят интуицию, которая и составляет истинную сущность понимания любого искусства. Но кроме изучения теории и практики есть еще и третий фактор. Овладение искусством должно быть делом совершенно исключительной важности. Не должно быть на свете ничего важнее этого искусства. Это относится и к музыке, и к медицине, и к плотницкому делу, и к любви. И может быть именно в этом ответ на вопрос, почему в нашей культуре люди так редко пытаются постичь это искусство, хотя явным образом терпит неудачи. Как ни глубоко и как ни страстно жаждем мы любви, едва ли не все остальное мы считаем более важным делом. Успех, престиж, деньги, власть, почти всю нашу энергию мы тратим на то, чтобы научиться достигать этих целей. И у нас почти не остается ресурсов на овладение искусством любить. Как же можно считать достойным познание лишь то, что может принести деньги или престиж, а любовь, которая приносит пользу только душе и бесполезно в современном смысле этого слова считать роскошью, на которую мы не вправе тратить много сил? Тем не менее это так. И в дальнейшем я буду придерживаться упомянутого выше развлечения. Сначала будет излагаться теория любви, что займет большую часть книги. Затем мы кратко остановимся на практике любви. Немного, потому что об этом, как и о любой практике, сказать можно лишь немного.